Вторая мировая война породила множество результатов, перечислять которые по порядку и все просто не имеет смысла. Тогда союзники столкнулись с очень интересной проблемой, а именно техническое наследие нацистской Германии в области вооружений, спектр которых был просто чудовищным. От баллистических ракет Фау-2 и подводных лодок 21 проекта и кончая боевыми отравляющими веществами нервно-паралитического действия и немецко-реактивной авиации, уже применявшейся в воздушных боях. Вот все это досталось союзникам в качестве послевоенных трофеев и репараций, что в свою очередь изрядно подтолкнуло военный прогресс на Западе и особенно у нас в СССР. Ну а как это было, попробуем разобраться на примере нашей с вами авиации. Авиационные историки прекрасно знают такую машину, как Мистер Шмидт 262, с режущим русское ухо названием Швальбе, что переводится, кстати, очень даже красиво, романтично, ласточка. Моя цель не в том, чтобы подробно разбирать его летные качества, разговор не о нем, а о том, как эта ласточка Швальбе повлияла на советское авиастроение. Мистер Шмидт был машиной в некотором роде универсальной, да. Вот что пишется о нем в одной из многих авиационных энциклопедий, цитирую. Мистер Шмидт 262, немецкий дозвуковой турбореактивный истребитель нулевого поколения, а также бомбардировщик и самолет-разведчик времен Второй мировой войны. «Первый в мире серийный турбореактивный самолет, а также первый в мире турбореактивный самолет, участвующий в реальных боевых действиях». Конец цитаты. Сразу после войны, для скорейшей ликвидации катастрофического отставания в области реактивной авиации, а положение было именно таким, в СССР на самом высоком уровне обсуждался вопрос о серийном выпуске Мистер Шмидтов 262 для советских ВВС. Этого выпуска категорически требовал главком ВВС Новиков и нарком авиационной промышленности Шахурин. Справедливо полагаю, вот пока наши доморощенные конструкторы проснутся, время будет упущено. Драгоценное время, ибо счет шел не на годы, а на месяцы и даже дни. Так, например, англичане к тому времени уже имели свой реактивный Глостер Метеор, наравне с Мистер Шмидтом, кстати, воевавший в небе Второй мировой войны. Тогда замнаркома Дементьев в докладной записке Маленкову писал, цитирую, Производство реактивных самолетов Мистер Шмидт 262 может быть организовано на заводах номер 381 в городе Москве и номер 392 в городе Саратове. Изучение конструкции самолета Мистер Шмидт 262, выпуск чертежей и приспособлений самолета под наше вооружение и оборудование, поручено главному конструктору, товарищу Мясищеву, который уже приступил к этой работе. Конец цитаты. Вот таким было мнение в наших верхах о том, выпускать машину или не выпускать. Скорее всего, оно так и было бы, тем более, что мы ракету Фау-2, а также бомбардировщик Б-29 скопировали просто заклепка в заклепку. Я уже не говорю об американской атомной бомбе. Сталин, понимая, с кем он имеет дело, просто приказал категорически скопировать ее один в один, справедливо полагая, что на тот момент это был единственный атомный боеприпас, опробованный в реальных боевых условиях. Но вернемся к авиации. Конструктор Яковлев, бывший тогда замнаркома по опытному самолетостроению, да к тому же главным авиационным консультантом самого Сталина, зарубил производство мистера Шмидта на корню. Внимание, друзья, я не берусь судить о том, хорошо это было или плохо. Я просто излагаю факты, понимаете? Тем более, что всем известно, в нашем авиапроме все зависело от воли или неволи одного единственного человека, то есть Иосифа Виссарионовича Сталина. Здесь можно говорить все, что угодно, но сам Яковлев в своих мемуарах писал об этом. Цитирую. На одном из совещаний у Сталина было рассмотрено предложение наркома Шахурина о серийном производстве трофейного реактивного истребителя мистер Шмидт 262. В ходе обсуждения Сталин спросил, знаком ли я с этим самолетом и каково мое мнение. Я ответил, что возражаю против запуска его у нас в серию, потому что это плохой самолет, сложный в управлении. Если он поступит у нас на вооружение, то отпугнет наших летчиков от реактивной авиации. Я заметил также, что если мы будем копировать мистер Шмидт, то все ресурсы будут мобилизованы на эту машину. А это нанесет большой ущерб работе над отечественными реактивными самолетами. Конец цитаты. А что же было у нас на момент проведения того памятного совещания в противовес, внимание, боевому мистер Шмидту 262? А был послевоенный Як-15, разработанный на базе поршневого Як-3, но с трофейным немецким реактивным двигателем ЮМО-004. Скорость этого Яка была на 160 километров меньше, чем у мистер Шмидта, а практическая дальность всего 500 километров. В то время как у мистера, внимание, только боевой радиус был тысячи километров, при максимальном потолке в 11 тысяч метров. К тому же, на момент того памятного совещания Як-15 еще даже не летал, а только сделал несколько пробных рулежек. Не лучше дела обстояли и с истребителем МиГ-9, который с такими же двумя немецкими двигателями только-только приблизился к характеристикам МиГ-262, но даже не был доведен до стадии пробных рулежек. Более того, тот же Микоян вообще сказал, что МиГ-9 сможет взлететь только весной следующего года. Тем не менее, тогда было принято решение о нецелесообразности серийного производства Мистер Шмидта-262, утвержденной впоследствии постановлением Совета Министров СССР. Вот как-то так. Ну, а теперь по сути. Немцы в годы войны, в том, что касается авиации, опробовали все, что только можно, включая и самолеты с обратной стреловидностью крыла. А в том, что касается аэродромической компоновки машин, как говорится, были впереди планеты всей. Вы скажете, ну и что? А вот что. Все эти наработки вместе с немецкими специалистами достались нам и впоследствии дали беспримерный толчок к созданию множества самолетов именно на базе аэродромической компоновки Мистер Шмидта-262. Вот здесь мы и начнем потихонечку разговор о советских реактивных самолетах после военной поры. И здесь возникает вопрос, почему немцы поставили на свой Мистер Шмидт два турбореактивных двигателя? Да потому что мощности одного двигателя ему было катастрофически мало. Почему и поставили два двигателя? Тем самым Вильям Мистер Шмидт довел тяговооруженность своего реактивного первенства, коим был Мистер Шмидт-262, до уровня, позволявшего достичь нужной проектной скорости и потолка полета. Итак, в порядке хронологии Ту-82, экспериментальный фронтовой бомбардировщик со стреловидным крылом, созданный в ОКБ Туполева в конце 40-х годов. Именно тогда, в феврале 48-го года, Туполев по собственной инициативе начал разработку фронтового бомбардировщика со стреловидным крылом и двумя ТРД типа РД-45Ф или ВК-1. Самолет должен был иметь хоть и околозвуковую скорость, но близкую к скорости звука. В начале ничего особого нового Туполев не делал и не собирался, а просто хотел модернизировать свой же Ту-14, который к тому времени уже устарел и в перспективе требовал либо модернизации, либо постройки совершенно нового самолета. Короче, в марте 48-го года Туполев сделал эскизный проект, утвержденный Советом Министров уже в июне 48-го года, и тогда же была запланирована постройка двух опытных самолетов. Однако в июне 48-го года проект малость изменили, и он стал отличаться от первоначального элементами конструкции планера и оборудования. В следующем месяце началась постройка самолета с двигателями РД-45Ф, и уже в марте 49-го года был совершен первый полет. Эти испытания шли до июня 49-го года. Самолет, кстати, оказался устойчивым и доступным для пилотирования летчикам очень даже средней квалификации. К тому же на нем была тогда достигнута максимальная скорость 931 км на высоте 4000 метров. Однако гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Летом 49-го года при подготовке к параду в Тушино Ту-82, пролетая над Москвой, попал в зону восходящих потоков с сильнейшей болтанкой, в результате которой разрушилось крепление левого двигателя к мотораме. Летчик-испытатель Перелет успел отключить поврежденный двигатель, и на одном оставшемся двигателе чудом вернулся на свой аэродром. Именно из-за этого пришлось в срочном порядке пересчитывать нормы прочности для самолета Ту-82. А на это, как вы понимаете, ушло много времени. Короче, все дело в том, что тогда Ильюшин тоже, внимание, параллельно создавал свой бомбардировщик под названием Ил-30. Кстати, совершенно аналогичного вида и назначения. Поэтому самолет Туполева зарубили, и в серию он не пошел. Итак, Ил-30. Что это за чудо такое было? В середине 1948 года, кстати, еще до окончания постройки опытного Ил-28, КБ Ильюшина тоже в инициативном порядке начал разрабатывать новый реактивный бомбардировщик со стреловидным крылом. Он должен был нести 2-тонный бомб на расстоянии 3,5 тысячи километров при максимальной скорости не менее 1000 километров в часть. И опять стреловидное крыло и схема как у Туполева, а точнее как на Мессершмитте 262. На него планировали установить новый ТРД ТР-3, конструктора люльки. Короче, летом 1949 года построили единственный опытный образец, получивший наименование Ил-30. Смотрите на экран. В экипаже было 4 человека, пилот, штурман и 2 стрелка. Ил-30 был оснащен очень совершенным на тот момент оборудованием. Очень. Панорамный радиолокатор, радиотехническое специальное оборудование, а также, со самое главное, противообледенительная система и герметичные кабины, которые позволяли летать на Ил-30 в любых метеоусловиях, подчеркнув любых, причем днем и ночью. Наземное испытание начал в сентябре 1949 года летчик-испытатель Кокеннаки, выполнивший несколько пробежек по полосе. Однако, до испытательных полетов дело не дошло, и именно из-за его конструкции, связанной со стреловидностью крыла. Короче, летные характеристики не подтверждались, и заказчик, то есть ВВС, потребовал проведения дополнительных исследований, связанных с оценкой прочности планера и эксплуатационных характеристик тонкого стреловидного крыла на высоких скоростях, а также доработкой двигателя ТР-3. А дальше, как всегда у нас, в связи с началом серийного производства самолета Ил-28 и новым заданием на проектирование опытного бомбардировщика Ил-46, к осени 1950 года все работы над Ил-30 были прекращены. Но схему Ил-30 использовали в проектировании первого сверхзвукового бомбардировщика Ил-54, о котором мы сейчас с вами будем говорить. Ил-54, сверхзвуковой бомбардировщик с двумя ТРД-АЛ-7 на пилонах, под крылом и велосипедном шасси. Разрабатывался на замену Ил-28, однако в серию не пошел. Его разработка началась в декабре 1952 года, после постановления Совета Министров СССР о создании самолета с максимальной скоростью М1,15. Создание такого самолета в то время было очень сложной задачей. Его должны были приставить на испытания весной 1954 года. Расчеты показали, для достижения сверхзвука самолет должен был иметь очень большой угол стреловидности крыла, что усложняло эксплуатацию из грунтовых аэродромов. Вначале он был низкопланным, с двумя двигателями в мотогондолах у фюзеляжа, Т-образным хвостом и передним и трехопорным шасси с передней стойкой, но непонятно почему 7 апреля 1953 года Ильюшин пересмотрел проект. И самолет стал высокопланным, с обычным хвостовым оперением, а его облик очень сильно стал напоминать опытный бомбардировщик 150, смотрите на экран, который разработали немецкие специалисты под руководством Семена Алексеева. Ил-54 имел приседающий, как тогда говорили, велосипедное шасси, с помощью гидравлики, удваивающей угол атаки при взлете, что, разумеется, упрощало взлет. Двигатели тогда разместили на пилонах, как на бомбардировщике 150. Экипаж состоял из пилота, штурмана и кормового стрелка. Первый полет был 3 апреля 1955 года, однако велосипедное шасси затрудняло выполнение взлета и особенно посадки. Во время одной из пробежек летчик Окинать, не справившись с управлением, повредил прототип. Второй прототип доработали и оснастили двигателями АЛ-7Ф, но даже это не дало особых преимуществ перед Як-26, который был бомбардировочной модификацией перехватчика Як-25, выпуск которого уже был налажен к 1955 году. Вот почему, несмотря на очень оригинальные технические решения и хорошие тактико-технические характеристики, Ил-54 так и не приняли на вооружение. И самое главное, Ил-54, внимание, стал последним бомбардировщиком, который был создан в ОКБ Туполева. И в заключение самолет Як-26. Это малосерийный сверхзвуковой бомбардировщик Яковлев на базе Як-25Р, специально для доставки к цели тактической атомной бомбы 8У-49 «Наташа», мощностью 40 кт и массой 450 кг. Это был первый в СССР сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, так как после создания перехватчика Як-25 и разведчика Як-25Р на их базе, решили сделать бомбардировщик с максимальной скоростью, внимание, 1400 км в час. Для чего на самолет планировали установить двигатели РД-9АК. Новый самолет предварительно обозвали Як-23 и позже уже переименовали в Як-26. Свой первый полет он сделал весной 1956 года и в июне был первен на госиспытание, которое, однако, не прошел. Однако было принято решение о постройке серии из десяти машин. После существенных доработок и замены двигателей на РД-9Ф к концу 1957 года самолет прошел испытание, подтвердив заявленные характеристики. Однако к началу 1958 года уже вышел на испытание самолет Як-28, и все работы по Як-26, естественно, были прекращены. Самолеты из той маленькой партии использовали как разведчики в Афганистане и Восточной Европе. Участие в полноценных боевых действиях он никогда не принимал. А в истории советской авиации Як-26 был и останется первым советским бомбардировщиком, который смог преодолеть звуковой барьер. В итоге надо отметить, что все описанные здесь самолеты по сути явились реализацией инженерных идей немецких авиационных специалистов, которые теми или иными способами были доставлены к нам в СССР после войны, равно как и специалисты-атомщики и специалисты-ракетщики. Именно их огромный опыт помог нам создать свою реактивную авиацию. Но главное, мы тогда выиграли время и не отстали от Запада в области военного авиастроения. Вот как-то так. Спасибо.